Стали известны подробности предстоящего послания президента Беларуси, народу и парламенту. Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмант отметила, что мероприятие будет иметь определенные отличительные особенности. Это будет своего рода актуализация задачи тем, которые в течение прошлого года обсуждались во время масштабных и знаковых мероприятий с участием президента. Сейчас главное очертить круг глобальных задач на перспективу с учетом уже принятых решений и конкретных поручений, подчеркнула Наталья Эйсмант. К примеру, так на уровне главы государства обсуждали вопросы в сфере сельского хозяйства, ЖКХ, цена образования, работы реального сектора экономики, продвижения экспорта, спорта, социальной и молодежной политики, а также уже принятые решения в части либерализации условий для ведения бизнеса и поощрения деловой инициативы граждан, развития цифровой экономики, науки и образования. Только с начала года и только во время публичных мероприятий экономической тематики коснулись около полусотни раз. Напомним, завтра президент Беларуси обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и национальному собранию. Традиционно на мероприятия в овальный зал приглашены высшие должностные лица, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, ведущих вузов, банков, представители дипкорпуса и средств массовой информации. Выступление главы государства будет идти в прямом эфире на телеканалах «Беларусь-1» и «Беларусь-24», а также по первому каналу белорусского радио. Трансляция начнется в 10.30.